Всем доброго дня! Приветствую вас на моем очередном видео. Сегодня у нас суббота, выходной день большинства. У меня он должен был быть рабочим, последняя, вторая смена. Но немножечко утро у меня не задалось. Накрыла мне очередная волна простуды, такой не очень хороший. И кашель не проходит уже несколько дней. Уже вторую ночь по-человечески не спала. И вчера кое-как отработала, а сегодня проснулась, понимая, что не могу удушить кашель. Вторую ночь уже подряд. И решила все-таки я пойти к врачу. Потому что самолечение самолечением, но тем не менее медики, на мой взгляд, немножечко лучше плавают в медицинском медозном лечении, нежели мы сами как пациенты. И мне открыли сегодня обратно больничный лист. Видимо, у нас... Ну, не видимо у нас, как говорится. У нас в Беларуси пошли дожди такие хорошие, по-хорошему осенние. И отопление ни в домах, ни на производстве, ни в школах еще не включили. И, видимо, вот это вот все дало о себе знать. В общем, ребят, меня в очередной раз накрыло. Кашель, насморк такой хороший. Температуры, правда, нет, но дико болит голова. И сходила на прием, купила лекарства по назначению. Знаю, что многие не исполняют частенькое назначение врача. Да и, в принципе, к врачам не особо прислушиваются. Ну, наверное, у меня это сидит в мозгу, что все-таки медики немножко лучше знают, чем я. Да и, тем более, с моим нефритом, как бы мне самолечением заниматься вообще ни разу не Камильфо. Поэтому, как-то так, в понедельник нужно будет сдать анализы. Выписали группу основных, биохимию, развернутый анализ крови, анализ мочи. И во вторник уже прийти на прием. Зашла в аптеку, единственный антибиотик не купила. Не было в аптеке, в которую я заходила. Нужно вот сейчас выйти в такую аптеку. Я уже, ну, как бы в приема я уже пришла днем, часа в два, наверное. И сейчас уже пять с вечера. Нужно выйти в аптеку. И не купила я витаверин. Тоже из назначений врача. При поликлинике этих лекарств не было. А уже сейчас выйду вечером. Немножко на свежий воздух, что называется. И до аптеки. Да, ребята, выхожу я иногда простывшая на свежий воздух. Потому что, как бы простывший вы или не простывший, но свежий воздух, он необходим. Естественно, я не пойду в часы пик. Естественно, что я пойду в такое время, когда поменьше народа, чтобы не заражать других людей. Потому что понимаю, что все-таки не хочу быть разносчиком простуды. Это не ковид, ничего. Такого не гриппа. Это банальная такая респираторная, острая вирусная инфекция. Но, тем не менее, не хочется никого заражать, что называется. Купила также еще травяной чай. Бронхолюцин, по-моему, сейчас я вам покажу. Вот такой аутэвид, грудной травяной состав. Покупаю не первый раз. Чай такой, действительно, как бат, он работает. Единственное, что я не могу пить чай без сахара, да, и добавляю, в данном случае, мед. Ну, это мой такой базик, скажем так. Я вам сейчас состав зачитаю. Корни алтея, корни солодки, девиасил, корневище, подорожник, липа, чабрец, дышица, милиса, мята, шалфей, малина, хвощ, караивы или севкалипта. Стоит такой чай 5 рублей 40 копеек. Это цены в белорусских рублях. Ну, я предпочитаю лечиться так, еще и батами. Пишите в комментариях ваше мнение, чем вы лечитесь, ходите ли в поликлинику, либо нет. Либо же прислушивайтесь к мнению определенных каких-то людей, потому что сколько людей, столько и мнений. Мне будет действительно интересно почитать в комментариях, потому что все мы разные, и все мы воспринимаем информацию абсолютно по-разному. Вот такие препараты я сегодня купила. Чай я уже показала, да. Купила амбраксол, тоже из значения врача. Стоит рубль 50, наш белорусский 30 грамм. АЦЦ 200, 20 таблеток шипучих. Стоит, сейчас найду цену. Вот, 10 рублей 94 копейки. Негрипин, 9 рублей 40 копеек, 10 пакетиков. И ангисептин для рассасывания, 8 рублей 85 копеек. Это по назначению врача. Вот, единственное, мне нужно будет выйти, еще купить антибиотик и купить витавирин. Не докупила. Ну и чай. И купила аналгизин, обезболивающий. 7 рублей 99 копеек. 550 миллиграмм, 10 таблеток. Аналгизин форте. Ну, он как обезболивающий, как спазмолитик. Принимаю, когда сильно болит голова. Вот могу смело рекомендовать. Вот такие вот препараты я купила. И покупала раньше еще как-то мед. Со своей пасеки, там, у знакомой на работе, пасечники по соседству в деревне, вот, иногда продают. Отдала за килограммовую такую баночку 22 белорусских рубля, по-моему. Если я не ошибаюсь, я уже не помню, ребят, если честно. Вот в межсезонье я считаю, что мед, он просто должен быть по умолчанию. Да, и тем более, как бы, ну, это мой такой безик, да, не могу я травяные чаи пить, не сладкими, в принципе. И вот добавляю мед в травяные чаи. Либо еще лимон. Вот лимон нужно будет еще купить. Пишите в комментариях, чем лечите простуду вы, соблюдаете ли вы назначение врача, либо же лечитесь сами. Я все-таки еще работаю, и, да, не выйти на работу, просто так я не могу. Поэтому мне открыли больничный лист, чтобы отлежаться, пропить все это, да. Чтобы не заражать никого. Поэтому тут ради больничного листа приходится идти в поликлинику, чтобы, повторюсь, да, уже повторяю, чтобы никого не заражать, ни по дороге, ни на работе. И поэтому приходится. А если бы не работала, ну, наверное, я бы тоже ходила, потому что... Но все-таки считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Медики лечить, а мы уже, кажется, по способностям. Каждый из нас что может, что умеет. Свои дела делать, что называется. Пишите ваше мнение на этот счет. Мне будет, правда, интересно почитать. Ну, сейчас я готовлю себе рыбный суп. У меня бульон рыбный уже готов. Я вчера делала разделку рыбы, да. Готовлю ролик на основной канал свой. Ссылку, кому интересно. Я оставлю в инфобоксе. Значит, рыбный бульон, как я уже сказала, готов. Я добавляю сюда карташку сразу, да. И добавляю крупу-бургур. Я люблю рыбные супы, вот, да, на крупу. Я добавлю буквально две ложки. Прямо сюда. Бульон у меня уже заправлен, поэтому я его не перчу, не солю. Да, ссылочку на основной канал я оставлю. Там у меня множество рецептов. Там я готовлю и вяжу. Основная тематика того канала основного кулинария и вязание. Иногда там появлялись влоги, но более вероятно я прихожу к мнению к такому, что влоги, они будут здесь, на этом канале. И влоговые такие ролики будут выходить здесь. Ну, а для любителей конкретных рецептов, таких прям пошагово-пошагово, это, пожалуйста, на основной канал. Я оставлю ссылочку с плейлистом пошаговых рецептов в описании под этим видео. Кому интересно, если вам действительно нужно, пошаговые прям рецепты. Там их у меня около двухсот штук. Я оставлю саму ссылку на основной канал. Сейчас я потеряла морковку на крупную сорку и режу лук. Короче, меня занимаюсь в кадре, не совсем видно. Не могу еще пока поставить штатив, нужный мне в ракурсе, чтобы подал им в мои руки в кадр, вместе со мной, что называется. Так вот, там не только рецепты именно блюд, там и консервация, там и вязание на том канале. Именно обучающие, ролики, готовые работы и все остальное. Все-таки приходит такая мысль, что канал тут основной перегружен. И мне нужен еще один, скажем, для таких роликов, таких болтательных-болтательных. Лайта, что называется. Этот канал, он и назван, так, в «Властях надежды Лайта». Что называется, чтобы здесь я могла себе позволить показывать то и рассказывать и, возможно, истории, возможно, какие-то ролики из жизни, вот как сегодня, да, не напрягаясь, что называется, на любые абсолютно темы, не связанные с кулинарией и вязанием, да. Потому что не все предпочитают на таком канале более тематическом что-то разбавленное, да. Все-таки перехожу к такой мысли, потому что, ну, люди подписываются либо на рецепты, конкретно смотрят рецепты, либо на вязание, конкретно смотрят вязание. И пошла такая тенденция, что качели с подписчиками приходят люди, уходят люди, потому что не всем заходит. разнобой, что называется, а мне порой хочется поболтать на отвлеченные темы, вообще не касающиеся никакого бита рукоделия, да. Поэтому я решила для себя так, что все-таки такие, какие-то отвлеченные темы, не связанные с рукоделиями, они будут здесь. Добавляю морковку сюда в суп и добавляю лук. В рыбный суп я это все дело не обжариваю, повторюсь, наверно, уже так раз, или какой, что бульон у меня готов. И довожу практически до готовности, да, супчик. И уже в конце я положу свежую зелень. Сейчас уже с ницами, конец ницебра, прям совсем сорванной свежей зелени у меня нет. Я добавлю замороженную, потому что дача-то ест у родителей, у матери, да, но у них оттуда ради листочка петрушки или листочка укропчика, но я не вижу смысла для себя, поэтому так. Достану из морозилки и за 5 минут до готовности положу уже сюда зелень в супчик. И если мне будет необходимо, еще попробую на вкус, потом вместе с овощами, с крупой. И если при необходимости, то перчу и подсолю. В принципе, такие лайфхаки с бульонами, когда у вас есть в заготовках готовый бульон, очень выручают на кухне на самом деле. В чем выручают, экономят реально время. Как у меня сейчас простывшие, у меня сил нет, поэтому вот пользуюсь тем, что есть. Разделка рыбы выйдет у меня на основном канале, наверное, на следующий, неделе. Он у меня уже снят. У меня осталось смонтировать и залить. Наберусь немножечко сил и это сделаю. Я буду доваривать супчик. Наверное, на сегодня с вами прощаться. Для любителей кулинарии и рецептов пошаговых я приглашаю вас на свой основной канал. Также там и есть вязальные ролики для любителей вязания и рукоделия. Также пишите в комментариях, что на скорую руку готовите вы, какими приемами на кухне пользуетесь, чтобы сэкономить ваше время. Мне будет, правда, это интересно почитать, потому что для меня фактор времени решает на сегодня все по факту. спасибо, что сегодня были со мной. Не забывайте подписываться на канал и предлагать свои темы для разговорных видео. На какую бы тему вам бы хотелось поболтать, темы абсолютно могут быть разные по вашему желанию и по моим возможностям. Если они совпадут, мы обязательно будем болтать и общаться. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока-пока. До новых роликов. Субтитры сделал DimaTorzok